В общем, да, меня зовут Анатолий. Я занимаюсь ASO очень давно. Когда это еще было не модно, я пытался крутить, вертеть и оптимизировать приложение так, чтобы там появился трафик, и это было круто. После этого стала классная такая штука, как ASO, которую знают уже многие. Кстати, из всех присутствующих. Есть те люди, которые не знают, что такое ASO? Нет? Нет? О, оператор поднял. Окей. Но я бы сегодня хотел бы акцентировать свое внимание на том, что такое ASO, как ASO-оптимизация для разработчиков. Наверняка вы ими являетесь, так или иначе, работая в крупных компаниях, вы все-таки думаете о том, как бы неплохо было бы сделать собственную игру либо приложение, на этом заработать, либо вообще сделать из этого стартап. Поэтому сегодня я постараюсь эту тему, известную уже всем, развернуть в сторону разработчика, почему это важно и почему сегодня я здесь и говорю об этом. Значит, коротко по сути доклада. Значит, расскажу, что такое ASO, как понятия и какие там есть термины, что такое ASO-аудит и почему сегодня о нем я буду больше всего рассказывать, и какие популярные ошибки обычно допускают при оптимизации. И мы, работая в Афол уже 2-3 года профессионально над ASO, видим, что это делают постоянно как опытные ребята, как опытные маркетологи, так и вот новички или разработчики, которые только пришли в компанию, в которой есть приложение. Ну, погнали. Значит, ASO-оптимизация. Значит, ASO — это, кажется, простое определение. App Store Search Optimization либо App Store Optimization. То же самое, что и SEO, но для мобильных приложений. И первый факт, которым я хотел поделиться, что, и вы должны запомнить на сегодня, что это полноценная оптимизация, полноценная работа над улучшением оберки вашего приложения, которое есть в Store, и на текущий момент это бесплатный канал трафика, который можно правильно упаковать, и после этого в этом канале трафика появятся пользователи, появятся установки, а это на самом деле через раз уже и деньги, которые вы можете зарабатывать. Но так как мы знаем, что есть в магазинах приложений и поисковый экран, который на самом деле и в App Store и Google Play отличаются друг от друга, есть и страница приложения, карточка приложения, там есть разные элементы. И вот суть ASO — сделать так, чтобы отдельно в поиске, отдельно на карточке приложения мы оптимизируем графику, тексты, там даже звезды, так, чтобы это максимально привлекало внимание аудиторию, которая нашла ваше приложение, будь то фичеринг, будь то поиск, будь то что-то другое, даже платный трафик, да, мы купили там блогера в Инстаграме, кликаем по ссылке на приложение и видим не то, что он продавал. Второй факт. ASO на текущий момент — это комплексная, постоянная работа, которую нужно делать так же, как мы привыкли делать релизы для приложения, то есть так как мы разработчики постоянно делаем итерацию, например, 2-3 недели, новый релиз и привыкли что-то обновлять, улучшать в приложении. Оказывается, то же самое можно делать из ASO, то есть мы находим проблемы, мы их улучшаем, мы придумаем гипотезу, например, а давайте-ка заменим иконку на другую. Об этом далее объясню, почему это нужно делать. И идеальный, конечно же, график, когда что-то мы делаем и у нас график по установкам растет. Окей, график по пользователям растет. Хорошо, график по доходам растет. В этом же суть. То есть мы здесь собрались для того, чтобы что-то сделать со своим приложением, минимально потратить денег, времени, свои или команды, которые занимаются оптимизацией, и получить максимальный выхлоп. И третий факт, который важен, чтобы вы тоже запомнили, что в принципе подходы в оптимизации, что приложение, что игр, они примерно одинаковые. Там есть нюансы. И вот, например, главный нюанс, который вы должны тоже запомнить на сегодня, что мы, вот, Sensor Tower, компания, которая проанализировала популярные игры и приложения и сделала вывод, что приложения, как ни странно, больше всего ищут. То есть мы можем искать любой апп по названию фичи, по бренду, по конкурентам и так далее. А с приложениями, с играми не совсем не так. То есть в играх там есть жанры, есть какие-то известные хиты, и в принципе дальше мы не ищем там игра для мужчин, так, чтобы было интересно, и еще какой-нибудь классный, там, не знаю, play. Но такого нету, поэтому в поиске больше всего и вкладываться в эту историю нужно для приложений, а у игр, например, фичер — это ровно то, что им нужно, потому что дает это большую часть трафика. И вот, как ни странно, и вы можете удивиться, что идеальные условия для ASO — это когда никто еще не делал ASO у приложения. То есть занимались приложением, качали продукт, качали фичи, и после этого вы пришли и начали что-то там шаманить, и у вас будет самый лучший рост. Вы можете, конечно, мне не верить, и это вот специально поставил слайд для удивления, но это так, что первая итерация, которую можно будет сделать, даст максимальный эффект, а потом вы будете уже оптимизировать какой-то длинный хвост поисковых запросов. Вторая часть. Вторая часть как раз про SOAudit. Значит, давайте разберемся, что здесь вообще делать нам нужно, на что смотреть и как это оптимизировать. Значит, ASO Audit, тоже как термин, чтобы вы запомнили, это простой анализ приложения, которое может сделать каждый из вас. Я надеюсь, сегодня после этого доклада моего вы научитесь это делать легко. Значит, в чем весь смысл? Что мы можем быстро разобрать любое приложение, которое есть в App Store или Google Play, понять, что в нем не так, найти какие-то точки роста и дальше это вложить в какую-то там итерацию или сделать стратегию даже по оптимизации. Второе. Это верно для любого приложения. Будь то ваше, на котором вы работаете, в компании, либо вы делаете собственный проект на коленке, либо это любое приложение конкурента. Почему я сегодня говорю про конкурентов? Потому что если вы делаете что-то новое, либо уже в нише, в которой есть известные конкуренты, которые уже наверняка сделали ASO, они туда вложились и они качали два года, например, допустим, вы делаете очередной поисковик авиабилетов, то очевидный авиасейлс есть, который уже 2-3 года ребята качают, и у них все хорошо. Как с точки зрения ASO, так и с точки зрения любого там маркетинга, которого они делают. Поэтому посмотрите у них, как они оптимизировали иконку скрины, текста, ключевые слова и так далее. Можно сделать быстро и сделать выводы, что вам нужно сделать, чтобы догнать как минимум по базовой части их. Ну и третье. Как это ни странно, и для разработчиков, мне кажется, важно, чтобы это было относительно бесплатно, потратили свое время, собрали там Excel, какие-то гипотезы, и у вас есть стратегия по оптимизации. Теперь разберем, из чего это состоит. Там всего лишь 6 пунктов. Давайте свое внимание сконцентрировем на первом пункте. Это текстовая оптимизация. Что такое текстовая оптимизация? Это название, подзаголовок, описание. Например, в App Store это ключевые слова. В общем, любой текст, который мы видим в приложении, в App Store или Google Play, и с ним нужно поработать. Там могут быть ключевые слова, там могут быть какие-то еще интересные фразы, которые цепляют наших пользователей потенциальных. И вот пример. Отдельно App Store, отдельно Google Play. Известное приложение EdaDeal. Как вы думаете, вот в текстовой оптимизации, в которой здесь приведены названия и подназвания, что не так? Ну, в App Store название, то есть, малыш, он добавит собственные. Верно? Да, нету еще каких-то ключевых слов. Правильно заметили, что есть лимиты и в App Store или в Google Play, они немножко отличаются. Но у EdaDeal в App Store не используются ключевые слова. Конечно, вы можете мне возразить, как же так? Я вот смотрю на Facebook и на Instagram, у них ровно так же бренд. Ответы здесь очень простой. Если вы в Facebook и Instagram, вы себе можете такое позволить. Вы качаете бренд, и все, что там будет с ASO, это будет совсем незаметно. Потому что люди уже привыкли и знают, что окей, Facebook на русском, на английском даже с ошибками. Но если вы делаете новый App, новую игру, и вам важно прокачать как бы с точки зрения ключевых слов, вы тут правильно заметили, что важно добавить названия, раз есть 30 или 50 символов, добавить те ключевые слова, по которым вам кажется, приложение должно показываться. Либо там, где уже есть конкуренты. Это основные ключевые слова, которые вы можете найти в разных сервисах. Аналогичная история с Subtitle. Где-то они не все символы использовали, а оказывается и название, и Subtitle индексируются, и ключевые слова, если находятся там, то ваше приложение по ним как минимум будет показываться. Если вы добавили в название, то ваше приложение просто будет показываться немножечко выше при прочих равных. Там есть, конечно, нюансы, но имейте в виду, добавив название в ключевик, там, еда, скидки, супермаркеты и так далее, по этим запросам будет показываться приложение выше. И вот как раз пример. Например, вот здесь ряд осоинструментов, вот, например, AppFall, где можно увидеть по любому запросу текущую выдачу, будь то AppStore, будь то Google Play. И что мы видим? По примеру, запрос акции, что в приложении не додел показывается на четвертой позиции. Опять же, слова акции нет ни в названии, ни в подназвании. И мы накидываем, о, это гипотеза, давайте добавим эти слова, чтобы попытаться вырасти по поисковой позиции, потому что те приложения, которые выше, они по факту также не содержат эти слова, ну, кроме там третьей позиции, да. Но зная, что влияют и другие метрики, а у ядодил все хорошо с внутренними метриками, можно оказаться в топе по данной выдаче. Далее, разобрались с текстом, да, вот с названием, с описанием, со всеми остальными штуками. Теперь хотим разобраться с графикой. Графика – это иконка, скриншоты, видео, там бывают всякие промо-баннеры, фичер-баннеры и так далее. Значит, в чем здесь идея? Опять же, как обыватель, открываем поисковую выдачу, AppStore, видим одно приложение, второе приложение. Что мы видим? Что у одного мелкий шрифт, очень много текста, длинные приложения. Очевидно, делал какой-то новый маркетолог, который решил там написать поэму, да, но я утрирую специально. Есть другое приложение, где крупнее и видимее, да. К сожалению, наверное, на задних рядах вообще не видно. Но рекомендация такая, что если вы на скриншотах добавляете текст, очень важно, чтобы это был четкий call to action, короткий, хорошо читаемый, контрастный фон, а не так, что это длинные фразы, которые плохо читаются на фоне скриншота. Вторая тема. Тоже, опять же, мы начинаем исследовать, смотрим одно приложение, другое, видим в Google Play, например, видео. И вот есть ребята из Яндекс, которые поставили, сделали классный вроде бы баннер, написали текст, теглайн, все хорошо, понятно. Но они не учли, что кнопка Play перекрывает прям посередине логотип и теглайн. И, соответственно, всегда, когда вот разрабатывает там ваш дизайнер, либо тому, кого-то даете на подряд графику, имейте в виду, что всегда нужен контекст. В каком месте показывается та или иная картинка, будь то иконка, будь то скриншот, либо даже видео, как в этом случае это стоп-кадр у видео. Поэтому вот вариант eBay намного лучше, где они так разместили, чтобы ничего не мешало. Опять же, здесь вопросы просто про конверсию, да, что мы перекрыли, человек не понял, он ушел. А на том трафике, например, который есть у Яндекса, даже 1%, это может быть тысячи установок, которые просто так уходят в другую сторону, уходят конкурентам, особенно в такой тематике, как там еда или там такси и так далее. Ну и вот любимая история. Мне кажется, любой дизайнер в компании любит потестировать иконки. Вот всегда. Давайте сейчас тоже поиграем в этого дизайнера. Как вы думаете, ну если, конечно, кто-то читал этот кейс, он, наверное, знает ответ, но какая иконка лучше с точки зрения ASO, которая лучше конвертирует? Да, если читал, конечно, не говори, но что? Да, окей. Окей, кто-то за первую. Есть вторые? А почему? Давайте, кто ближе, скажите громче. Ярче. Во, во, собрались любители цветных экранов. Все так и есть. Как ни странно, вторая иконка выиграла в эксперименте, но у ребят был очень крутой кейс, ссылка потом будет, как говорится, в описании. Они поставили тест яркой иконки, у них была гипотеза, давайте сделаем поярче. У них стало ростом, все растет, новые пользователи появляются. А потом закончился эксперимент. И они когда не заметили, у них включилась старая иконка, и посмотрите, какое у них было падение. Что у них резко упало в разы установки. Потом они вернули и откатились как бы на прежний уровень новых инсталлов. Казалось бы, такое простое изменение, да, что давайте мы сделаем контраст. И это опять же вопрос все-таки про целевую аудиторию. Наверняка не везде это будет важно, но если мы говорим, что это какие-то там школьники, которые реагируют все-таки на цвета, то важно это сделать. И вот еще один из последних примеров с иконкой. Как вы думаете, почему компания Uber наконец-таки решила добавить слово Uber на иконку? Кому непонятно? Да. Да, окей. На самом деле так и есть? Что? Да, все правильно. Вот это даже классный кейс, который вот мы с 15-го года рассказывали всем. Добавляйте, если вы делаете, ну вот у вас бренд еще неизвестный, добавьте основное ключевое слово на иконку, будь то работа, будь то, не знаю, штрафы, ПДД там и так далее, потому что явный бренд ваш, который вы там не придумали на английском языке, это неважная штука. Соответственно, с Uber'ом какая тема? Да, там есть, очевидно, дизайнер, арт-директор, который долго отстаивал эту иконку. Но, ребята, вы наконец-таки вышли в те регионы, в которых еще про Uber не знают. Представляете, есть такие регионы. И вот там, если они делают рекламу, аудио, видео какое-то, вот слово Uber, особенно когда там есть всякие конкуренты, чтобы все-таки было однозначное понимание, что Uber – это тот же самый Uber, о котором я услышал, там, не знаю, увидел в Фейсбуке, увидел там рекламу по телевизору и так далее. Опять же, запуская приложение среди всех такси, слово Uber, чтобы мелькало. Поэтому это вот правильное изменение с точки зрения ASO. Я рад, что они это сделали. И это просто подтверждение той гипотезы, о которой можно говорить. Неизвестный бренд, попробуйте название на иконке. Окей, сделали АБТС, как пример выше, и увидели, работает или не работает. Далее. Разобрали текст, разобрали графику. Теперь, на самом деле, самое сложное, что есть в ASO-оптимизации. Это все-таки вопрос про конверсию. Это конверсия в установку. И этот пункт можно пропускать, если вы, например, делаете анализ конкурента. Очевидно, у вас не будет данных по инсталлам, по просмотрам, по установкам, по каналам. Но если это ваш апп, ваша игра, либо вам дали доступ, то вы можете проанализировать. Значит, что можно проанализировать? Первое. В Google Play есть нативная консоль, в которой показывается бенчмарк. Бенчмарк по категории в установку на первый день retention, на 30 дней retention. И те сами вы можете быстро понять, вообще, ваша конверсия это норм или не норм, грубо говоря. То есть, есть ли еще над чем работать. Либо все-таки у вас уже там топ, и наверняка про конверсию уже можешь некоторое время забить и не думать. Для Google Play как бы есть решение, нативное в консоли. Для App Store, например, такой штуки нет. И вот мы собрали бесплатный инструмент, называется Afo Benchmark, в котором как раз есть те же самые данные для iOS-приложений. Там категории, некоторые страны и, конечно же, каналы. Потому что конверсия из поиска и конверсия, например, из фичера, из категории, это разные конверсии, и нужно их четко понимать и понимать, где вы и где средняя, где топчик. Соответственно, далее. Далее мы можем собрать какую-то статистику и понять вообще, текущая ситуация. Это хорошая ситуация, мы растем, либо наоборот мы как бы падаем со временем. И вот пример, где видно, что в ноябре что-то бомбануло. Прям пришло много трафика, а в декабре конверсия прямо упала. Красным цветом выделены самые минимальные показатели. И мы, разбираясь с этими данными, покопаясь в аналитике, видно, что окей, был фичер у этого приложения. Фичер дает всегда много трафика. Окей, не сильно конференция просела, сравнивая с сентябрем, а не с октябрем, когда она была лучше. Но хвост, то есть ретеншн на 14-й день, на 30-й день, он все-таки хуже. Потому что фичер такая тема, что поставил, не понравилось, удалил. Опять же, анализируем и понимаем, где есть узкие места. Почему я об этом говорю с точки зрения особ? Потому что это важно. Конверсия, установка – это очень важная штука. Чем лучше у вас конверсия, тем вы выше будете и в поиске, и вас будет добавлять в фичер. Четвертый пункт. Это тоже, как говорится, easy. Это вопрос про средний рейтинг, про популярные отзывы. Значит, в чем здесь идея? Оказывается. И вот почему я сегодня рассказываю разработчикам. Что все-таки, когда мы делаем приложение, мы как непосредственно влияем на его стабильность, на его качество. То, как он работает с бэкэндом, скорость загрузки, ну и так далее. Как мы там встраиваем правильно SDK с рекламой или с чем-то еще. Если у приложения все плохо, ему ставят колы. Вот, например, у Скайпа, если зайти в App Store, там полтора звезды вроде бы. Либо ВКонтакте за то, что музыки нет. Опять же, это, конечно, не разработчик виноват. Это больше продуктовый общий подход. Но, между тем, анализ, проведенный компанией AppTentive, показывает, что если ваш средний рейтинг меньше, чем 4 звезды, то конверсия падает ровно вдвое. То есть, если у вашего приложения не 4 или не 4,5, 4,5 это вообще хорошо, то это проблема, с которой нужно работать. Нужно разбираться. Скорее всего, виноваты разработчики, может быть, виноват продукт, может быть, кендеры виноваты. И вот, опять же, второй отчет от этой же компании, что улучшение рейтинга, среднего рейтинга с кола на четверку или на пятерку дает максимальный рост по конверсии. И вот это важная штука, чтобы вы понимали. Если какой-то вы сделали плохой релиз, все бывает, но рейтинг средний уронили, то важная задача теперь поработать над ним, чтобы восстановить. Ну и вот теперь мы, опять же, как обычный пользователь, заходим в выдачу, вбиваем, например, запрос «работа». И что мы видим? Что на первой позиции есть приложение «работа.ру», у которой из всех конкурентов, которые ниже находятся, минимальный рейтинг. И опять же, сравнивая у них, что у них даже 4,7, о, камон, почему наши разработчики делают такой апп, что люди ненавидят его, точнее, любят меньше, чем конкурентов. И это вот важный момент, который нужно разобраться, опять же, пойти почитать отзывы, разобраться там с разработчиками, со скоростью загрузки и так далее. Почему все-таки минусуют? И опять же, тенденция всегда важна. Это так же, как с конверсией. Она отрицательная, она положительная, либо она устойчивая. Если мы видим, что она со временем с сентября по декабрь падает, означает, что у нас реально какая-то большая критическая проблема. Поэтому мы, как бы ни накрутили ASO, как бы все крутое бы ни сделали, но средний рейтинг будет забирать у нас установки. Теперь популярные отзывы. Значит, что такое популярные отзывы? Это набор отзывов, они иногда называются helpful, featured, которые показываются на странице приложения. Там их всегда, вот в App Store это 6 штук, в Android либо 3, в версии 4 штуки. И они нужны для чего? Для того, чтобы не ставя приложение, потенциальный ваш пользователь почитал быстро, принял решение, окей, устраивает, не устраивает, особенно если приложение платное или игра платная, если есть там, например, большое, но не кайф ждать, чтобы тут же сравнить с конкурентами. Поэтому, оказывается, популярные отзывы убивают конверсию ровно так же, как средний рейтинг. Давайте сейчас вспомним, когда мы там в Алиэкспрессе, на eBay, что-то выбираем, мы всегда сравниваем по отзывам, по среднему рейтингу и понимаем, достоверный разработчик, хорошее приложение, либо нет. Здесь такая же штука. Собираем статистику по популярным отзывам, выгибаем такую табличку и видим, что ситуация в Google Play, например, все хорошо, а в App Store какие-то проблемы. Очевидно, это проблемы не продуктовые, наверное, это, наверное, проблемы технические, технического плана, что почему-то на первом месте популярных отзывов какой-то негатив. Окей, он завис, очевидно, да, нужно с ним уметь работать, и это другой вопрос, как подавлять этот негатив, который есть в отзывах, да, как так сделать, нужно, во-первых, отвечать, жаловаться, пытаться делать так, чтобы там отзыв либо удалили, либо его автор обновил его, и такие ситуации бывают, когда с единицей отзыв там меняется на пятерочку. И это прям хорошо, это задача, не знаю, продуктовика или customer support менеджера, который есть в вашей компании, чтобы следить за популярными отзывами, потому что без них как бы не будет всей этой классной картины с ростом по установкам. Теперь пятая штука. Она похожа на конверсию. Это про как раз удаление и крэш, опять же, про то, что разработчик как минимум следит уже сейчас, да, за этим, смотрит. И ситуация такая, что уже Google Play подтвердили, что удаление негативно влияет на позицию приложения выдачи, что они не хотят ни фичерить приложение, ни показывать его высоко, если оно имеет проблемы. Оно вылетает на каких-то андроидах, оно там, не знаю, сбоит, пользователи недовольны, удаляют сразу же. Вот в Google Play, например, есть отличная там возможность посмотреть удаление. И знаете, вот какой мы заметили, ну, не классный, а вот такой кейс есть, когда количество новых установок меньше, чем удалений в день. И это проблема. То есть понятно, что удаления там сквозные, а не пока горькие, но удаляют больше, чем ставят. Отначается, что ваше приложение рано или поздно превратится в ноль, да, то есть будет там ноль активности и ноль юзеров. И это плохо, и с этим нужно бороться. И вот вопрос удаления, он еще жестче, потому что непонятно, почему ваш пользователь или потенциальный клиент психанул, удалил. Там может быть сезонность, там могут быть еще какие-то штуки, которые влияют на этот параметр. Но разбираться с ними нужно. Это и опять же те же самые отзывы, это и общение с аудиторией, и просмотр там тех же самых крэши, которые могут повлиять на удаление. Ну и итог. Итог очень простой. Когда вот мы накидали какие-то гипотезы, текстовая оптимизация, графика, конверсия, средний рейтинг, отзывы, мы собираем все эти наши идеи, что вот так хорошо у наших конкурентов, вот так у нас плохо, или тут мы молодцы, а тут иконка у нас не такая контрастная, как могла бы быть. Мы накидываем список идей, список гипотез и составляем стратегию. Далее мы можем это брать на реализацию, отдавать там маркетологу или сами реализовывать, потому что, как я вам говорил ранее, если вы до этого ничего не делали, то базовая оптимизация, которую вы можете сделать, даст вам максимальный эффект, потому что вы добавите, не знаю, ключи, например, улучшите скриншоты и иконку. Теперь хочется поговорить про популярные ошибки, потому что так или иначе, как бы теорию вы хорошо не знали, или ваши маркетологи не знали ее, прочитав все эти книжки, статьи, которых миллион уже на текущий момент, эти ошибки допускают по сей день. Первые шесть мы так или иначе сегодня проговорили. Это и скрины плохие, и средний рейтинг не очень, и крэши, и удаление и так далее. Движемся дальше. Седьмой. Как ни странно, но вот выбор ключевых слов – это все-таки сложная задача. Подобрать правильные запросы, которые там могут быть у приложения, там, не знаю, доставка еды, да, не еда просто, а доставка еды, допустим, либо там, не знаю, поиск работы, ну и так далее. То есть сделать правильный подбор ключевых слов и ранжирование по популярности и выбор того, что пойдет название в описании, там, ключевые слова – это важно. И обычно проблема такая, что плохо прорабатывают. Восьмое. Как ни странно, например, в App Store есть повторы. Слово «еда» или «акции» могут быть и названия, и подназвания, и в App Store это проблема, потому что у вас ограничено количество символов, там 30, а тут 100, и вы просто тем, что используете одни и те же слова, вам ничего это не дает с точки зрения позиций, но вы просто занимаете место других ключевых слов. Девятое. Тоже про текст, что оказывается в App Store, если вы, например, еще не знаете, есть дополнительные локали, которые позволяют вам просто больше использовать ключевых слов. Например, для России, то есть для русского App Store, это UK и Австралия. Если ваше приложение как бы локально только, например, на Россию и СНГ, то вы можете спокойно переиспользовать эти локали для того, чтобы просто себе 100 символов в ключевых словах увеличить на 200, например, 2 локали вы используете, или вообще на 300. Это классный хак, который уже многие знают, используют, но остальные как бы не используют, это проблема. Ну и как ни странно, опять же, про разработчиков именно поэтому я вам сегодня это рассказываю. Одинаковые подходы, которые можно делать вот по этой стратегии, по любой другой, на два приложения, но у одного проблемы вылетания 0 юзеров, у другого все хорошо, хотя бы там есть какой-то Mao, Dao, пользователь возвращается и пишет хорошие отзывы. И вот одна и та же оптимизация работает по-разному. И вот это важно. Если в вашем приложении все пусто, и вы думаете, что за счет ASO вы бомбанете, ну, конечно, вы можете немножко вырасти там с 10 установок до 20, например. Но это не будет такого роста, как это будет другого приложения, у которого с метриками внутренними все хорошо. И это важно, чтобы вот не допускать таких проблем, да, и не делать ложных ожиданий от того, что, ну, как бы, у нас так же, у нас все хорошо, мы сейчас сделаем еще ASO, и у нас будет еще круче. Вот очень важно делать правильные выводы, зная свои показатели. Ну и вот есть такой термин, который мы придумали, как ASO цикл называется. Это подход, который позволяет вот итерировать, и как я вам говорил в самом начале, что это комплексная работа. То есть вы сначала делаете анализ, потом запускаете, там, не знаю, одно или два изменения. Очень важно, чтобы они друг друга не эффектили. Это то же самое, как АБ, эксперименты, которые можно делать с интерфейсом. Вот примерно здесь то же самое нужно делать с оптимизацией. Ну, то есть не нужно одновременно тестировать изменение ключевых слов, скриншотов, иконки, еще и средний рейтинг мы изменили. Потому что если в лучшем случае у вас все бомбанет, то вы не знаете из-за чего. Иконка это, не иконка, и так далее. Поэтому очень важно разбивать на какие-то короткие такие независимые итерации, делать после них отчет и повторять это еще раз. Тем самым у вас такой цикл прикольный, по которому можно двигаться, оптимизировать и получать, в принципе, то, что вы хотите. И вот вопрос про отчеты. Это на самом деле сложный вопрос, и оказывается на рынке мало про него рассказывают. Хочу поделиться, как делаем это мы. Значит, есть две части. Первая часть – это то, что публично доступно всем. То есть мы знаем, по каким позициям показывается то или иное приложение. Вот добавили какой-то мониторинг свой и смотрим, что до того, как мы сделали оптимизацию по ключевым словам, как бы у нас был пример с едодилом, с добавлением акций и так далее, мы замеряем позиции до. Либо отсутствуют, либо присутствуют. После оптимизации, когда мы знаем, что мы влияем на такие-то поисковые запросы, мы хотим, чтобы наше приложение выросло. Соответственно, делаем, видим, есть ли рост или нет рост. Если есть рост, то, скорее всего, если мы попали еще в классный поисковый запрос, где есть трафик, ну, люди постоянно вводят доставку еды, особенно на выходных, то, очевидно, оттуда пойдет установка, и вы увидите как раз этот пик на графике, и у вас все будет хорошо. Бывает и обратная ситуация, что вы что-то добавили, позиции выросли, а все упало. Либо, наоборот, позиции упали. То есть там есть разные ситуации, и это важно отслеживать, желательно еще это анализировать по доверительному интервалу, чтобы соизмеримые были два множества. Ну и вторая часть, без нее вообще никуда. Когда у вас позиции выросли, вы такие, а, зашибись, все хорошо, может оказаться так, что это не поисковая органика, это вообще не то, что мы оптимизировали. У нас такой был кейс, рассказываю. До того, как появились вот эти в App Analytics и в Google Play классные интерфейсы, где можно хотя бы смотреть по каналам органика и отделить там брауз и фичеринг от поиска, у нас было так, что мы сделали оптимизацию нового приложения, после оптимизации все бомбануло, все классно, мы счастливые, а потом клиент там через неделю-две говорит, слушай, мне кажется, я SMS-рассылку запустил. Он запустил SMS-рассылку, которая была написана, типа, что-то введи там, он вводили, все люди вводили, то есть это был такой мотивированный трафик по базе клиентов. Они себе могли такое позволить. Поэтому очень важно понимать, это вообще был поисковый трафик, это был по ссылке прямой или какие-то другие варианты. Поэтому мы идем в эти консоли, выгружаем данные по показам, просмотрам, по установкам, считаем конверсию, поканально. Вот опять же пример. Вот любимый вариант там протестировать горизонтальные либо вертикальные скриншоты. По нашему опыту, например, в App Store лучше работать вертикальные скриншоты всегда. А вот если мы делаем в каком-то эксперименте горизонтальные скриншоты, то в поиске они нормал работают. Реально есть рост из поиска в установку. А когда есть прямой трафик, например, из того же фичеринга, либо закупной, там Instagram, YouTube, Facebook, то там конверсия падает. Потому что горизонтальные скриншоты, они непривычные, они могут телефон переворачивать, когда ты открываешь и так далее. То есть там есть разные проблемы. И опять же, это вопрос экспериментов. Это вопрос КАСО, отчета и итерации, о которой мы говорили выше. Ну и вот, как бы, зная теорию, зная то, что можно сделать аудит, зная вот эти ошибки, которые вы можете допустить, вы прям там сегодня-завтра можете прийти со своим приложением, поиграться с приложением друга, понять все эти проблемы, запустить итерации, и пошло все хорошо. Но рано или поздно органика упирается в свой потолок. Ну, как бы, она не безгранична. Даже те же самые Uber и такси и так далее, ну, как бы, количество не увеличивается, потому что они сделали классную оптимизацию. Поэтому что нужно делать? Ну, первое, и это вообще хак для всех, для любого маркетинговой активности, это локализация, конечно же. Если вы заходите в отчет и видите, что вас ставят из каких-то стран, где там не английский язык, да, нативный, например, Германия, или там, не знаю, Португалия, Испания, то почему бы вам не локализовать АСО, ну, это не просто перевести через переводчика, а это нужно сделать правильный подбор ключевых слов, опять же, правильные скрины. Например, в Азии нужно четко знать цвета. Там, например, в каких-то странах нельзя красные использовать. Ну, точнее, можно, но будет отторжение аудитории. Либо, например, зеленый нужно цвета использовать в Азии. Ну и так далее. То есть там не в Азии, а в Средней Азии. Например, там Иран, Ирак и так далее. То есть очень важно понимать специфику того рынка или того языка, на который вы локализуете, чтобы просто не уронить конверсию ниже, чем у вас было, например, на базовой итерации, когда вы сделали на английском языке. Вот часто, когда запускаются всякие англоязычные тайтлы в России, поверьте мне, если бы у них было что-то на русском, они просто получили больше бы, они попадали бы в всякие вот эти трендинги на русском языке. Русские школьники, которые, возможно, не знают английского языка, игры стали бы охотнее и так далее. Вторая часть. Опять же, потолок. С потолком можно работать с помощью тестов, АБ-тестирования, экспериментов и так далее. Это сложно, долго, это, возможно, неинтересно. Но если хватает там сноровки, то ключевое, что мы должны запомнить, это хороший средний рейтинг, 4,5 желательно и выше. И дальше просто мы тестируем, меняем один промо-маридер на другой, скрины меняем и так далее. Третье. Как ни странно, нужно все-таки помогать органическому трафику расти. Когда вы закупаете трав или вы привлекаете его с помощью, там, не знаю, всяких там социальных сетей или фичерингов, то это всегда хорошо влияет на поиск. Вот как ни странно. Поэтому есть уже нативные инструменты для App Store и Google Play, Search Ads и Google Ads, соответственно, которые позволяют рекламировать ваше приложение. Ну, там, в некоторых странах интересные там бывают выборки. Например, в Google Play можно купить рекламу в похожих после установки конкурента. То есть, в основном, он говорит, дальше можно посмотреть такие приложения. Там может быть и поисковая выдача и так далее. Ну, и есть всякие механики темные. Это Black Hat от So называется, мотив и так далее. Я не очень их люблю, потому что они не искусственные. Они накручивают, дурят, как бы нас с вами по факту. Но по факту они работают так же. То есть, они помогают органике подрасти, ну, например, поднимая на первую позицию, либо давая просто больше трафика, чем он есть на самом деле. Четвертое. Она как раз вытекает из платного трафика. Это работа с фичерингом. Значит, фичеринг – это такая штука, когда Apple или Google замечают ваше приложение, вашу игру, считают, что вы number one, вы это доказали своими средним рейтингом, отзывом, там, лояльностью, ретеншином и так далее. Лучше всего, конечно, монетизацией, потому что Apple и Google все-таки любят 30%, а то и там больше и меньше в зависимости от договоренностей. Но если приложение хорошее, оно с удовольствием его зафичерит, чтобы заработать с вами больше и чтобы все пользователи этих платформ кайфанули. В этом их цель. Ну и пятое, опять же, вытекает из третьего пункта. На мой взгляд, это вообще потенциал для роста ASO, что уже сейчас как бы есть мобильный трафик. Вот когда у нас появляется какая-нибудь проблема или какой-то вопрос, мы не идем сразу в App Store, правда? Мы же идем сначала в Safari, в Chrome, вбиваем там отели, билеты и так далее, штрафы. Ну какая проблема может возникнуть? Соответственно, если у вас нету там, а у вас именно такой там travel, допустим, да, не знаю, там знакомство, такси, если у вас как бы такое приложение, и это можно легко проверить через SEO-запрос или пойти там своему SEO-шнику и спросить, а покажи мне разрез Google Analytics, какой у нас мобильный там трафик, то его очень важно уметь конвертировать. Во-первых, мы делаем правильные лендосы, чтобы мобильный трафик приземлялся именно у вас, а не у конкурентов. А во-вторых, просто правильно поставить баннер в нужные места. Вот у нас был такой кейс. Я когда работал в компании Островок, мы в 14-м году хотели уделать букинг, и оказалось, мобильный трафик – это 50% вообще от App Store. То есть он давал еще сверху 50%. А мы ничего там не делали, он просто есть, потому что есть сайт, которым SEO качают. И фишка в том, что мы такие, сейчас мы поставим фуллскрин, сейчас мы всех конвертнем за раз. Гипотеза не работает ни разу, потому что клиенты, особенно когда мы начали разбираться, они ищут все-таки ответ на вопрос, сколько стоит отель, или какой отель рядом с этой точкой, куда он хочет поехать. Но он не хочет поставить ваш App. App ему нужен, окей, в лучшем случае, когда он уже купил, и вы его догоняете потом. Загрузи себе отель, там, пастбук и так далее, чтобы на пастера построить маршрут, и у вас был под рукой, там, не знаю, номер телефона нашей службы поддержки. Вот эти штуки нужно ловить, и опять же, в пятом пункте их легко правильно прокрутить. И вот у такси, у тревела всего, это прям классный запас в трафике. И последний кейс здесь про мобильное SEO, раз у меня еще есть время. Кейс такой. Я видел одно только приложение, одно тематики. Это тематика развлечения. Вот это, конечно, там, смешные картинки. У них больше 70% трафика всего, которое они получали в установках, оно шло из мобильного SEO. То есть люди, как я и говорил, что они в Chrome или в Safari заходят, и там ищут смешные мемасики и так далее. И вот это было прям очень круто, что App Store давал всего лишь 30% от общего трафика. И опять же, если ваша тема, ваше приложение про это, думайте про пятый пункт. Окей, давайте резюмировать. Значит, ASO. Это важная часть. Не только для маркетолога, или ASO, специалиста, который есть в вашей компании, или вот у вас там знакомый, который этим занимается, ну и для вас, как для разработчиков. ASO-аудит, без него, на мой взгляд, вообще никуда. Быстро проанализировали, осознали, что делать, поставили правильные цели и двигаетесь по реализации этого плана. И ASO-цикл – это та штука, которая позволяет итерировать, понимать, это работает или не работает, потому что яркая иконка, как в примерах выше, может и не сработать в вашем случае, потому что у вас еще не та аудитория, вообще не на тех напали. И вот последние полезные материалы. Здесь ссылки из нашего блога. Я надеюсь, это презентация потом у вас будет, вы почитайте внимательно дома, чтобы понять, как это все делать, потому что основано на реальном опыте. И вот пятый пункт – это если вам скучно и вам кажется, что в одиноке, то есть вот ASO-стег, там есть комьюнити англоязычная, где там 500 или 600 со всего мира ASO-щик обсуждает все новые тренды, изменения алгоритмов, что и как там у кого происходит. Это туда, и там у них есть книжка такая, ну не такая, она электронная, 300 страниц. Все то, что я сегодня рассказывал, более подробно расписано. Поэтому у меня все на сегодня. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо. Давайте по очереди. Прошу. Сейчас, секунду. Он выбирает. Во-первых, спасибо за доклад, и мы, собственно, тебя благодарим кружечкой и сертификатом. Ничего себе, спасибо большое. А теперь мы готовы на вопросы. Спасибо большое за доклад. У меня сначала два небольших пояснения. Первое – это с кейсом про иконку. Там очень крутой кейс, потому что у них вторая иконка увеличила трафик в 80%. Из-за того, что трафик увеличился, Google Play их начал выше показывать, и в итоге они говорили про цифры. Не выше показывать, они стали попадать в рекомендованный. Да, в рекомендованный. То есть для тех же школьников, и это прям бомбануло у них. Это x2 им дало. И про рейтинг у нас есть интересный кейс. У приложения было 2,7 рейтинг, потому что люди не очень любили модель монетизации, и у Apple в 10,3 появилась возможность показывать рейтинг внутри приложения. И вот это прям game change фича. Мало того, что есть много кейсов, включая Инстаграм, что они увеличили буквально за месяц количество отзывов в 3 раза на 10 миллионов. То и у нас рейтинг поднялся до 4,5, потому что юзеры внутри приложения охотно ставят большой рейтинг. Там конверсия варьируется от 5 до 12%, когда они голосуют. И это как бы очень крутой способ его поднять. Но проблема в том, что отзывы не всегда такие же хорошие. И вот мой первый вопрос, как чистить негативные отзывы, потому что если кто-то вначале вам написал, а еще потом люди поголосовали, то они остаются главными. Да, именно. Хорошие вопросы и пояснения. Значит, по поводу вопроса. В App Store они зависают. И это правда. С этим вот мы в марте нашли решение, которое позволяло двигать все. Мы двигали, двигали, двигали. Не знаю, это случайность либо хак, который мы нашли. Но Apple потом запретила это делать. Ну, просто перестала работать эта история. Там на самом деле была комбинация лайков, дизлайков и ответов с апдейтами. Сейчас это вообще не работает, поэтому, особенно если вы запускаетесь с чистого листа, то первые отзывы, особенно негативные, застрянут у вас тут в популярных отзывах. И, к сожалению, сейчас пока в App Store нет решения. Но Google Play, он обновляет часто. Вот как раз мы сейчас меряем, насколько это периодичность меняется. Очень важна длина отзыва. Если вы хотите сами нагнать эти отзывы, то просите клиентов ваших или пользователей, чтобы они такие, ну, пару хотя бы предложений. Потому что это все-таки важно для популярных отзывов. С App Store, к сожалению, пока решения нет. С Google Play все работает. Значит, как работать с отзывами? Значит, вот наши рекомендации базовые. Это жаловаться. Вот это можно жаловаться до посинения. Желательно с разных аккаунтов, дизлайкать и так далее. Второе, это, конечно, отвечать. Потому что на каждый ответ клиент получает, который оставил отзыв, e-mail. В этом e-mail будет написано, разработчик ответил. Ну, конечно, если он у вас как бы давно послал на три буквы, то пишите, не пишите, проблем не будет. Точнее, он никак не отреагирует. Вот. Спасибо. А можно спросить, какая компания? Вот мы-мы-то говорил или вы говорили? Ну, именно с внедрением рейтинга внутри. Это в своих личных проектах. Окей. Кстати, вот про рейтинг. У нас есть статья, как улучшить, как средний рейтинг. Вот здесь третья статья. Там как раз кейс Aviasales, или точнее Hot to Look, расписан, что они тоже внедрили. А после 10-3 это модальное окно, и у них вот так вот пошло. И такая же была история с Яндекс.Музыкой и так далее. Спасибо за доклад. У меня первый вопрос такой простой. Если это ключевое слово популярное какое-то, то и часто еще могут его слагать при поиске, то мне нужно будет отдельное слово прописывать в ключевых, или как это делать? В App Store в принципе уже появились ассоциативные алгоритмы, которые позволяют не точно соответствия. Но если у вас ключевое слово прям четко забито один в один, это немножечко лучше, чем оно вот в разных. Поэтому если у вас там, не знаю, множественное число, там отелей, ну как бы вам нужно после слова отель, кстати, отель это популярнее, чем отель, перечислить их все. Отелей, отелей и так далее. То же самое билеты, билетов. А Google Play не так, потому что Google Play, это все-таки он индексирует описание. Там работают алгоритмы обычного веб-индексации, и там можно описать, ну вот как… Там главное повторы на самом деле. Понял. Еще про мобильный трафик. То есть чтобы получать мобильный трафик, нужно просто сделать и на странищик какой-то, да, и его как-то… Ну там просто входит законы SEO уже. Да, там нужно правильно и бэклинги ставить, и правильно его, чтобы он проиндексировался. В принципе, да, вам нужно здесь просто, чтобы на мобайле работал. Сейчас как бы во всем этом, и Google, и Яндекс, Mobile First, если у вас не проходит валидацию, это вот первое, что нужно исправить с мобильным лендингом. Но там просто тема про другое. Вот я сейчас… Тут, конечно, мало про это. Но фишка в том, что прямо сейчас вы можете зайти в консоль, в Google Play, например, и увидеть, по каким поисковым веб-запросам вас находят. Обычно это будет бренд-запросы в разных вариациях там, и это уже сейчас видно. То есть Google показывает карточки приложения в поиске по определенным запросам. Второе – с лендосом. Когда это какой-то обычный поисковый запрос, и там, конечно, в Гугле и в Яндексе очень длинный хвост поисковых запросов. Соответственно, если, например, опять же, отельная тематика, поиск отелей в Праге и в Египте, это разные лендинг-пейджи. И вам нужно оптимизировать именно под те… Ну, это SEO просто практика, что вы делаете правильные лендинги под них, что там текст совпадал с запросом. И последнее, самое главное, вот анализ ключевых слов. Например, есть какой-то конкурент основной. Я могу по названию, по сабтайтлу понять основные, но там остальные главные. Есть пару тулов, которые позволяют… У всех инструментов называется Keyword Spy или Explore, который позволяет показать, по каким запросам показывается. Соответственно, если нет этого названия, то, скорее всего, это в ключевых словах. Но не это важно. Важно просто по каким они запросам, а не в топе. Вот всегда на это обращайте внимание. Потому что если у них там есть какие-то другие слова, они могли бы также запустить эти ошибки, и вам это ни к чему. Как еще раз называется? Keyword Spy. Можно это вбить в Google и найти такие. Да, вот сюда. Да. Насколько имеет смысл работать с опечатками? Ну, окей, там в iOS их можно вбить в ключевики, их никто не увидит, а в Google Play они все равно у тебя будут на видном месте, и с одной стороны какой-то трафик ты привлечешь, а с другой стороны такие слова будут в описании, и все будут их видеть, и от этого будет другой негатив. Абсолютно. Ну, вот как бы, если ваше приложение для школьников, то, наверное, это нормально. Или точнее игра. Потому что они на этом языке с вами общаются. В принципе, обчатки как бы лучше не допускать. И Google, и App Store. App Store, конечно, хуже. Но они умеют подстраиваться под опечатки. Мы как-то исследовали, опять же, в это приложение E-D-D-D-E-L, через Search Ads можно проверить, какие поисковые запросы. И там есть E-D-D-D-E-L, E-D-D-E-L. Там вариантов миллион. И вот Google Play недавно запустил историю, что он показывает, по каким запросам уже и в Google Play вас находят. И там тоже все брендовые. И вот в Aviesels мы смотрели, что там различные вариации. По факту на эти опечатки, если это ваше приложение, вы не заморачивайтесь, ничего не делаете. Если это какие-то популярные опечатки, если вы можете как-то оценить трафик, то наверняка нужно это добавить как ключ, невидимые желательно. Но если это вы в погоне за конкурентом, то это нормальная тема. Потому что вот опять же, пример с Booking. В России запрос Booking многие пишут на русском языке. И вот я не знаю, как сейчас, но тогда в 15-м году, когда мы это сделали, даже как в 15-м, 13-м году, слово Booking мы вбили, и у нас островок был номер один. Как сейчас я не знаю, ситуация. Ну то есть Translite, Uber, Uber, люди пишут по-разному. То есть вот эти все штуки с ошибками особенно, они могут быть… Вот Snapchat то же самое. Если вы делаете какое-то приложение для, там, не знаю, фото, вот это все изменение, социальная сеть какая-то, то можно написать Snapchat с ошибкой, они не придерутся, а вы хоть какой-то трафик будете получать. Поэтому как маленький хак это ок, но в целом это, конечно, такое. Да, теперь, да. Только что буквально ты сказал два вопросика. Про то, что вы в островке Booking включили, но это прям явно у Apple запрещено тебе известное случаю, про то, что они за это банят. Потому что, ну такое, очевидно, это делают все. Но там не так. Booking мы включили на Booking по-русски, и за это никто тебе не придерется. Потому что Booking не трейдмарка. Придерется только так, что владелец там или разработчик приложения пишет маляву в Apple, Apple соединяет тебя с этим разработчиком, и ты должен его убедить, что он неправ и просишь удалить. Если у тебя есть документы типа трейдмарк и так далее, этот удаляется. Такая же история с Google Play, но она на автомате работает. Добавляешь имя конкурента в себе в описании, сначала радуйся, что у тебя там трафик какой-то, позиции хорошие, потом тебе прилетает письмо от Google, либо ты удаляешь это, либо мы тебя удаляем. Поэтому. То есть 100% работает или просто иногда оно прилетает? От популярности приложения зависит. Автоматически. Конечно. Вот мы в одном приложении по знакомствам сделали сразу же, причем и это приложение такой же классный, как и. И перечислили через запятую, через водяки прилетело от Google, а тут же убрали. А в App Store это можно использовать, пока не пожалуются. Ну то есть там даже вот у известных брендов постоянно есть история, что по нашему запросу кто-то покажется, и они с ними долго переговариваются, чтобы они убрали. Если вы назойливают, то, конечно же, все боятся Apple и убирают. Но в целом, если это не трейдмарк, пожалуйста, используйте. Ясно. Второй вопросик. Вот много всяких разных есть метаданных в App Store. Да. Все-таки можешь сказать из твоего опыта, какие эффективнее оптимизировать, потому что мы на нашем примере потратили месяц на разработку нового текста, описание там согласовывали с юристами, с редакторами, и короче, оботестировали месяц, ноль результатов, никакой разницы нет вообще. Короткая, длинная, с кейвардами. Длинные, красивые, умные. В общем, ну, подумали, наверное, что-то другое лучше бы мы делали это время. А какое приложение, тематика хотя бы? Фриланс. Окей. Вот. Я к чему? Какие все-таки штуки эффективнее тюнить? Нет четкого ответа на этот вопрос. Почему? Потому что разные условно данные, которые даются на входе. Если вы уже перепробовали много штук, либо два варианта тут, либо вы пробуете что-то не то, и тут сейчас придет человек вам поможет, ну, это очень редко такое бывает, но бывает. Либо вы просто уперлись уже, вот как раз говорю, потолок в текстовых оптимизациях, и вам какое-то время можно на это просто положить некоторое время. Не знаю, попробуйте сейчас заняться скриншотами, если не занимаемся, точнее, иконкой. Попробуйте там купить трафик и посмотреть, как это влияет на поисковую выдачу. Потому что сейчас, кажется, вы уже уперлись в тексте все, и вам нужно, например, на квартал или на полгода оставить его как есть, чтобы вот это время прошло, появились, возможно, новые запросы, по которым вы можете показываться. Вот какая штука. То есть сейчас, если вы перепробовали все, то нет такого, как я писал в самом начале, это не серебряная пуля, которая фигак, и мы вам дали четкий чек-лист, что нужно делать. И хочется все пробовать, просто начать с каких-то наиболее эффективных вещей. Ну, правильнее, на мой взгляд, начинать… Ну, ресурсоемкие все процессы очень. На мой взгляд, правильно начинать с того, что проще всего. Проще всего изменить текст. Переправил сам один, перестраивал, запустил апдейт. Потом меняешь графику. А потом начинаешь сложным заниматься. Это конверсия, средний рейтинг, и вот там, возможно, ваша точка роста. Если вы попробовали верхушку, попробуйте, что там внизу. Спасибо. Так, и я быстро вопрос задам. Вот мне для своих проектов я, получается, раскручиваю через инсту. Ну, просто рекламирую приложение, платное приложение. У меня очень хорошо это идет. И нужно ли мне вот сейчас дополнительно к этому еще асо. То есть я никак оптимизацией в story не занимался, но какие-то ключевки прописал и все. Окей. А приложения какие-нибудь там про фитнес, про еду или вообще разные? Там образовательные там для студентов. А, окей. Ну, вот образователи, наверное, может и не стоит, но первое, что нужно сделать, нужно пойти, вот как по пункту третьему показывал, по каналам, посмотрите вообще, какого есть объема трафика. Если у вас поиск вообще минимальный, то, скорее всего, у вас там есть немножко трафа, который вы можете вот так бесплатно накрутить. Поэтому сделать базовую итерацию по тексту, да, надо. А второе, что можно сделать, вы в конверсии смотрите, вот тыльешь сейчас трафик через Инстаграм, а вот может у тебя теряется половина из-за того, что там, не знаю, какой-то, не знаю, неправильный call to action, неправильная иконка. То есть вот на этом точке можно поработать. Поэтому первое, нужно сделать текст, запустить, и она такая базовая какая-то работа. Второе, это поработать с графикой вот как раз из Инстаграма, раз там хорошо идет. Раз там хорошо идет, туда нужно кладываться еще больше. А поиск сам по себе потом потянется, если настроим его. Ясно. Спасибо. 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 Спасибо.